Теплый пол на 30 градусов. Габариты устройства позволяют установить его в стандартный круглый подрозетник, без модернизации. Термостат был куплен на замену более простой модели с механической регулировкой и датчиком температуры пола. При включении его реле издавало громкий щелчок. О том, что сейчас идет нагрев, можно было узнать только по светодиоду на корпусе. Заменить регулятор не составило труда. На задней панели все контакты подписаны. Достаточно сопоставить обозначения и перебросить провода. Монтируется он очень просто. Снимаем переднюю панель, сдвинув ее вверх. Ее можно и вовсе снять, отключив шлейф от панели. Крепится устройство за боковые отверстия подрозетника на два самореза. На задней панели видим следующее обозначение. 1 и 2 идут на нагреватель. Термомат. 3 и 4 это подходит питание 220 вольт. 5 и 6 идут на внешний датчик температуры пола. Да, у этого термостата есть еще и внутренний датчик температуры, измеряющий температуру в помещении. При подключении питания на передней панели всегда светится красный круг. Независимо, включен сейчас термостат или выключен. Теперь перейдем к настройке. Есть два режима работы, ручной и автоматический. В автоматическом можно выставить 6 временных периодов, отдельно для будней и для каждого из выходных. В каждый период сдается время начала этого периода и его температура. С версией с Wi-Fi удобнее всего настраивать с мобильного телефона, но об этом чуть позже. При завершении настройки термостат запоминает все параметры и не сбрасывает их при пропадании электроэнергии. Но часы сбрасываются по нулям. Когда включен нагрев, на экране отображается значок дыма из трубы. Также в настройках устройства можно выбрать, на какой из датчиков будет опираться термостат при контроле температуры. Для перехода в настройки выключаем термостат и зажимаем кнопки режим и часы и удерживаем 5 секунд. Для выбора типа сенсора выбираем пункт 4. В моем случае, когда термостат находится в другом помещении, я выбрал только внешний сенсор. Он здесь обозначается как OU. Перейдем к настройкам Wi-Fi. Для этого выключаем устройство и зажимаем кнопку вниз на 8 секунд. Рекомендую скачать приложение Tuya Smart, а не то, которое предложено в инструкции. Дожидаемся того, как экран начинает мигать и появляется значок Wi-Fi. Переходим в приложение Tuya Smart, выбираем добавить устройство и находим в списке устройств термостат. Подтверждаем, что устройство готово к настройке. Выбираем сеть Wi-Fi 2.4 ГГц и вводим пароль сети Wi-Fi. Затем приложение начнет поиск. Специально не ускоряю видео, чтобы оценить время поиска. И готово! Можно изменить имя устройства и подтвердить. Теперь управление термостатом возможно из любой точки мира, где есть доступ в интернет. В приложении доступны те же органы управления. В том числе и настройка автоматической работы. Также с телефона можно провести термостат в эко-режим, так называемый режим незамерзания. И заблокировать кнопки на устройстве. А самое главное, это обновление времени по сети. Даже если пропадает электропитание, часы автоматически синхронизуются при повторном подключении к интернету. Для меня огромным плюсом стала возможность управления термостатом через Home Assistant. Для его добавления и необходимое наличие учетной записи 2Smart. Добавляем следующие строки в Configuration YAML. Переходим в настройки сервера, проверяем и перезагружаем. После чего появляется компонент Климат с возможностью контроля температуры и ее управлением. Также доступна возможность отключения термостата. Но тут появляется следующая проблема. Температура не соответствует действительной. Дело в том, что термостат присылает в Home Assistant температуру сразу с двух датчиков, внутреннего и внешнего. При отключении внутреннего датчика, что мы и сделали ранее, температура просто удваивается. Данная проблема существует на версии Home Assistant 0.D98.5 и возможно будет исправлена в дальнейшем. Можно найти компонент и подправить код, но я решил пойти немного иным путем. Добавляем два новых сенсора. Первый – установленная температура. Второй – текущая температура. Текущую температуру просто делим на два. Не забываем проверять код и перезагружать сервер. Добавляем график в интерфейс Lovelace и все. Меня данный вариант полностью устраивает. Также интеграция в Home Assistant дает возможность управления при помощи Siri, что вы видели в начале ролика. Достаточно добавить фильтр HomeKit, строку Climate и перезагрузить сервер. И куда же в Home Assistant без автоматизации? Перед вами несколько примеров управления теплым полом по времени и дням недели. Ну а на сегодня у меня все. Задавайте свои вопросы в комментариях. Все ссылки в описании под видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok